Субтитры создавал DimaTorzok В Инстаграме какие-то фотографии, где вы счастливы, где вы смеетесь, улыбаетесь, где вы каждый день выкладываете новые, не раз неделю, не раз месяц, вы каждый день выкладываете новые фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вони зверлили році Ціле місто це чуло І з тих пір Проваги приватного будинку були в тому що ми дітей не тягали в бомбосховищі і це трохи зберегли їм психіку в перші дні війни Мене застало у Івано-Франківську і мені тоді якраз начали звонить десь о 5-й ранку, что там уже бомбы скидают на Киев, на Харків, на другие места. И с того времени я уже не спал и пытался что-то узнать, как там мои родные люди, что там у них. Был тогда плохой связок и было очень сложно дозвониться, но каким-то образом он прорывался на связок со своими родными. Ну, и тут такой же момент, что я мог бы ехать домой 25-го числа, но в экстренном порядке довелося ехать уже 24-го домой. И весь этот час я пытался сидеть в новинах, читать, что там где и как, чтобы понимать, какая сейчас ситуация. 24-го числа мама звонила мне десь о 5-й ранку, до 6-й я взял на 5-й раз телефон. Я говорю, алло, да, все, война, я до векна, у меня дом расположен на метро Борисповский, там на кругу. Я открываю векно, бачу все красное, пробки уже, и чуть не было как пево роботи. Тобто мы понимали все, типа. Но сначала думали, что это будет несколько дней, и вернемся назад. Но вышло так, что мы поехали к маме, все-таки 6-й этаж и 12-й. Разница есть. Да, и сидели в ночи, когда пропали новины, мы пошли в подвал, и ты не знал, что там происходит, что на улице происходит. Потом уже начались новины, начались какие-то понимания. Я понимаю, что это просто жах. Слезы у меня появились и появляются и появляются от тех новин, когда читаешь, что они делают с людьми, особенно с детьми. И это не можешь спокойно читать. И сейчас я даже уменьшу себя меньше читать таких новин, потому что это каждый раз заработка на сердце. И ты просто не знаешь, что делать на начале. Потом знаешь, что делать, когда все закончится. Ну, скажу так, слез у меня не те, что не было. Ну, переживания были, эмоции были. Трохи мама плакала, когда я приехал уже домой из Ивана Франківська. Ну, и трохи всякие. И были у меня слезы, когда я на Фейсбуке прочитал информацию, что наши хлопцы ушли в Горьевку. И я тогда действительно трохи плакал, потому что я ждал на это 8 лет. Но, на жаль, наши не смогли там закрепиться. Поэтому, естественно, тоже трохи был рост. Ну, а так, я пытался все стримать. И пытался не давать волю эмоциям после всех этих новин, после всех этих событий. Я пытался все таким образом стримать. Я пытался это показывать родным людям. Хотя, честно говоря, еще много, с которым хотелось бы поделиться. Но, на самом деле, я делился мало с кем. Только с теми людьми, которым я доверяю. Ну, и с родителями, в том числе. Может быть, это все. Все, что происходит, это можно плакать. Особенно, когда дети, животные, детей. Но, может быть, у меня, когда... Я сейчас приехал в Львов. Мама моя в Киеве. И сестра в Полтавской области. И когда я понимаю, что все так далеко, и просто так ездить, проедать уже не выйдет. Навертаются слезы. Музыка На счастье, у меня еще его не было. И сподіваюсь, что не будет. Но, действительно, достаточно много друзей и двоюродных братьев воюют. Один из братьев в Чернигове був на те же часы. И за него переживали. И коммуникация была такая. Не привит, привит, а побачив, маякнулись синее галочки, или зеленее, что прочитано поведомление. Знаешь, классно. Не прочитано поведомление, уже хвилюешься. Ну, мабуть, наиболее страшный момент, який я переживаю, это часто то, что под оккупацией опинилось одно из мест, где перебывают мои родные люди. И, на жаль, не могли нічим допомогти. Ну, это место, на жаль, сейчас находится в оккупации. Но, надеюсь, что они заберутся, как его освободят. Я не буду говорить про это место, какое это самое место. Но, скажу так, это почти с моим родным домом. Как-то так. Ну, и так же для меня особо шоком стало то, что загинул один из известных украинских поэтов-националистов Юрій Руф, с которым я мечтал познакомиться, но, на жаль, так и не познакомился. И, на жаль, он загинул на Луганщине и буквально нещодавно его в Львове поховали. И для меня это тоже уже такая шокующая новина была. Ну, моей семье, моим близким, честно, не пришлось что-то такого жахливого, невероятно, переживать. Мы были под Киевом еще тогда, в первые дни. И, на жаль, это было, мабуть, как на краю села ПВО сбили ракету. И было ощущение, что сейчас хата просто упадет. И второе, это уже когда в Димире, в Богданевске перебили газ, мы там недалеко были. То вся АТГ была без газа. И четыре дни жили в холодной хате. На улице было теплее, мы выходили на улицу греться. Бо на улице было теплее, чем в хате спали. В одеже, в кофтах, под трима ковдрами. То есть у нас там собака ховалась, а до нас было нереально. Мне было не жахливее, чтобы сестра не заболела. Так что это реально крохи, по сравнению с тем, что люди переживают и как в подвалах ховаются. И, конечно, я читал там разные истории на Фейсбуке, которые были уже во время оккупации России и в некоторых мест Украины, в частности Киевской области, Черниговской области. Но, слава Богу, что у нас такого не было. И это прошло каким-то образом, мы у нас. И нас, слава Богу, не защипило. Поэтому сейчас про какие-то страшные истории, которые я видел, я вряд ли могу рассказать. Конечно, страшные истории – это катывание людей, это обучение. Но я слышал Богдан, какие чувства обучения. И эти моменты болтывания, особенно детей. И когда грудная дитина и находят случаи болтывания грудной дитины, и этот дебил-орк выставляется в себе в твиттере, где он этим пишется, то это даже не жах, я не знаю. Это не то, что не людянесть. Я такой слов не подвергую. Тут придется запекать очень долго. Я живу в Рівному. Тут, да, тут много сирен, цих повітряних тревог. Но в самом Рівному не было. И приватного домика, в который мы приехали, в том, что мы все сходились в центральную комнату, где она такая защищенная по проекту, так и вышла. И сидели там. Но, конечно, это было не очень хорошо для детей, потому что первые семь или восемь дней войны дети почти не выходили на улицу, и это не очень хорошо. Они, хотя и не увидели войну, как увидели, на жаль, другие дети. Но мала до сих пор три года часом просыпается в ночи від крику, что кто-то ей приснилось, что кто-то кого-то убил, и это не хорошо. Какое-то так почастило, что в нашем районе, где я сейчас живу, там фактически не слышно сирени. И несколько разов, ну десь раз два, мабуть, я сирену чувствовал. Но я больше слышал, когда тут работало ППО или артиллерия, это действительно слышал. А так, чтобы сирени у нас были, я сегодня не слышал. В начале войны все не понимали, что происходит, все не знали. Поэтому мы ховали по будь-якому тревозу, так, мы ховали. В первый день мы переезжали до мамы, у нее такой старенький уже будинок, не новая жена какая-то там. То мы так, мы спустились в первую ночь в подвал, там дохла криса, там нема десь сидіти, там все в пилеве, сиро-мокро. Там десь труба протикает, там десь дырка задуває. Такие были условия. Но потом я забрал дружину, сестру, мы переезжали за Киев. Мама, как військового зобовязана, как медик сказала, я никуда не поїду, залишилась в Киев. Вона потім скидывала фото. Вони там зробили трошки ремонт. В этом подвале закинули, где сидеть на чем-то, какие-то стильцы, лавочки. Прапор повесили, прибирали, позаметали, дырки позакрывали какими-то тряпками, что-то тоже позалатували, чтобы не дыло. То более-менее нормально было. А так спочатку, я не знаю, мне кажется, в Киеве мало где были придатные какие-то подвали или бункеры для нормального пересиджения. Если там требуется 3-5 часов, то это нереально там сидеть. Нереально. Перш за все, по поводу ВЦІФ. Да, ВЦІФ майже заблочив всіх, повидаляв всіх товарищей, друзей, партнеров, которые остались из России, которые молчали, которые ничего не написали, которые просто тишина. Таких видали сразу. Позаблокировал своих родных из России. Потому что родные, которые одобрят и толеруют убийство мирных жителей, они не родные. А кто удивлялся? Да, много людей удивляло. Сегодня я общался с Женей Саханским. Еще раз повторили для себя, что в жизни много красок, кроме белого, черного. И не все однозначно. Деякие вещи однозначные в жизни. И они должны быть або так, або так. Но много чего в жизни есть такое, что ты не можешь сказать однозначно. И некоторые люди, которых ты думаешь, что вот мудак. Раз-два раз. А когда выходит какая-то ситуация, ты дивишься, а в эти людини героиство и храбрость и вишень в тебе. И очень много таких людей меня удивило. Не буду на личности, потому что это будет не хорошо. Очень много людей, о которых я думал недобре. Кто-то корупционером был, кто-то еще что-то. Но они с оружием и рискуют сейчас жизнь. И это перекрывает, мабуть, то, как я относился к ним. Сдавала меня одна людина из России, которая в первые дни войны просто перевела деньги на медикаменты для наших солдат. На самом деле, я большинство таких людей еще в 2014 году. Но, рассчитывая остальные события, то некоторых людей и сейчас доводится отсутствовать. И, особенно, некоторых моих земляков, с которыми я долгое время общался, скажем так, по своей работе еще, когда не приехал до Киева. Я, снова же таки, не буду говорить про кого мова, но я думаю, что, скажем так, футзальский мир тесный и все догадаются про кого мова и где. Моё оточнение надо подумать, но я точно знаю, что у меня есть родители в России, которые за весь час войны мне ни разу не написали, не спросили. И говорят, что мы очень переживаем за вас, но и до бабули тоже пару раз телефоновали. Но, не знаю, даже родители, даже мы хорошо общались. Не сприймаю я их, не сприймаю. А так, из людей, ну... Да, она показывает, кто я кто. И когда видишься в инстаграме сториз, Одно видишься, как люди загинули, або тикают, эвакуются, а другие закидывают кальяны, шашлыки, релакс, дача, то ты думаешь, что в тебе там внутри. Даже как-то, не знаю, тут просто не можешь закинуть ничего сториз. Просто. Не из войсковой темы, не из... Бо как-то оно... Ты понимаешь, что сейчас не до этого. Людям не цікаво смотреть, в каких-то кроссовках ты вышел гулять, или ты вышел гулять, или в каком-то месте. Людям не до этого. А там закидывают релакс, дача, кальяны. Мне кажется, это неправильно. Я пытаюсь задеять себя, чтобы быть чем-то полезным, так как меня не берут в армию. Я сам туди поки-то не сильно стучался. Я пытаюсь быть полезным там, где я действительно могу применить свои сильные стороны. Это задею все контакты иноземные, которые у меня есть, для того, чтобы сюда тешить все, что только нужно. Оцем и занимаюсь. Медикаменты, продукты, одежды, еще какие-то разные вещи. Я занимаюсь тем же, что я занимался раньше. Тобто пишу материал на свой сайт, футзальний портал 5.5. Зараз, звичайно, через те, что украинский футзал на Павлозе, то больше придяю уваги зарубежному футзалу, в частности и аукциону, которую в Польше организовали представители Польского футзала, и наш легендер Роман Вахула. И плюс даю информацию про ту аукцион, которую у нас в Украине организовали представители футзала, благодаря Тарасу Викозю, и даю информацию про другие чемпионаты и других стран, как человеческий чемпионат, так и жіночий. Так что сейчас у меня много информации на сайт. И плюс сейчас, пока есть такая возможность, то снова я застил за свои, так би мову, торопись, потому что есть у меня мечта написать серию книг про футзал, про историю футзала, как украинского, так и святого. Так что пока есть такое возможность, иногда и занимаюсь тем, что пишу про историю украинского футзала, так что скоро, сподіваюсь, можно будет это и увидеть, и читать, но уже после победы над Россией. Так, первый день был в нерозумении. Хорошо, что хоть машину заправил 23-го, но 24-го было нереально это сделать. 25-го мы поехали из Киев, Броварский район. Моя дружина и сестра с собакой. Там мы три недели сидели, день сурка был. Ты прокидаешься, поїв, телефон, телеграм, новости, поїв, пограли в карты, не знаю, попили чай, лягаешь спать. Мы за три недели там, только была работа, обоих клеили, жартовали только украинцы, под час войны можете обоих клеить. Там живут бабуля, дедусь по 90-го роков, треба им было как-то помогать, что-то сделать, и благодарить, чтобы они нас приняли. И второй раз работы, это было, что я собирался уже ехать на Киев, и мы помыли машину. Все, ну просто день сурка, просто не было чем заниматься. Но и какие-то тренировки, тебе тоже нужно было найти в себе какие-то силы, энергию, наснагу, мотивацию, не знаю, чтобы эта муза прошла. Но как-то было не до этого. Сейчас, по работе дружины, мы переезжали в Львов. Я пытаюсь что-то найти, где-то какую-то работу, потому что, во-первых, сидеть не вариант на одном месте. Во-вторых, как говорят, есть хочется, надо что-то делать, что-то заниматься. В первые дни войны также с каких-то лишений, денег, ты понимаешь, что что-то можно оставить себе, что-то донатить на ЗСУ, на Тереборону. Не знаю, много вещей перебрав, отдав на Тереборону там в селе Врожнах. Потому что ты понимаешь, что ребята приходят, кто в чем. Поэтому не шел никуда ни в Тереборону, ни в ЗСУ. Потому что, ну, если ты никогда не держал автомат в руках, то... ты будешь якорем. Поэтому лучше так, лучше я буду работать, какие-то деньги заработать, да, скидывать, чем сидеть там, да, будь обузой. Да, все остановилось. Футбольная академия приватная, которая у меня есть, мы продолжаем заниматься, но сделали безкоштовно два месяца для детей. Потому что, я понимаю, в какой-то ситуации родители... Бизнес по будучи спортивной инфраструктуры стоит. Это одна из моих кампаний. Да, пока что есть, за что жить. Я также буду благодарен некоторым друзьям, которые на данный момент помогли мне. И помогли так, что я могу еще помогать своим друзьям. И это классно. Не маясь 100 грн, а маясь 100 друзей. Это правда. Так. Но, на жаль, я понимаю, 80% бизнеса закрывается. И, ну, как дальше, не знаю. Думаю, думаю своими иноземными партнерами, как, трошки сгодом, с их помощью, помогать тут открывать какой-то маленький бизнес для украинцев, для наших людей, с кинцевым продуктом в Европе. Чтобы было что-то людям, за что жить. Это одна из тех, чем сейчас занимаюсь. Потому что я понимаю, что нужно переориентировать экономику и помогать нашим людям как-то вживаться. Поэтому, если есть такие возможности с такими контактами, нужно это как-то использовать. Так что над этим работаю. Если у кого-то есть какие-то идеи, пишите. Можешь мне вказать номер или телеграм. Если кому-то нужно, можете оставаться на Facebook. Не знаю, чем смогу допомогти. Но в крайнем разе можем поспілкуваться. И, возможно, что-то передумаем. Если вы выходите из предыдущих ответов, то я и сейчас уже и планирую працювати надалее. Что касается того, как буду жить надалее, если война триватимет. Но, в принципе, працювати надалее. И есть у меня еще какие-то варианты, про которые я не буду сейчас рассказывать, конечно, чтобы не урочить. Но, в принципе, у меня не такой момент. План Б, даже план С, в принципе, есть. Так что я думаю, что в разе чего у меня будет возможность жить надалее и не переживать. Как-то так. Такой работы нет сейчас. Я работал с дедачным тренером до войны. И сейчас без каких-то финансовых допомог, без каких-то сборов, без денег, без ничего. Просто для того, чтобы и с собой было занятие, и для того, чтобы детям было что делать. Не просто сидеть целыми днями, кто где, кто где, кто куда разъехал. Мы делаем Zoom онлайн тренирование. 40-50 минут. Мы разом тренируемся. Это пока вся работа моя. Но это работа не называешь. Потому что финансовый не получаешь. Сейчас спросить из батьков что-то. Или сказать, что скидывайте. Это кощунство. Не знаю. Это надо быть каким-то аличным. Поэтому пока такая работа. А что будет дальше? Важно. Я уже думал, что может изменять деятельность. Может не изменять. Как оно будет дальше? Тяжко что-то планировать сейчас. Тяжко. Тут нам, мабуть, нужно сегодня и сейчас. Есть. И все. Потому что не понятно, что будет в Киеве. Не понятно, что сюда до Львова долетит. Не понятно, что будет Донбасс, Херсон. Будут новые атаки на Киев или не будут. Прилететь ракета, а сюда не прилетит. Это тема неоднозначная. И, как часто пишут, во время войны, во время Криз. Нема таких однозначных вещей. Я абсолютно не засудиваю тех, кто выехал и вмовлял довгих 10 дней свою семью, чтобы они тоже поехали. Для того, чтобы психика детей была здорова. Давайте будем отвертыми. Нам придется отбудовывать нашу страну. Нам придется заново ее окультуровать и много над нею працювать. И нам нужна здорова нация. Здоровая психичная и все другое. И это нормально, когда мы сохраняем наш генофонд наших родных. Я не совсем за то, чтобы мужчины выехали. Наверное, это правильным решением, что мы здесь находимся. Но у меня нет никакого осуду до тех, кто поехал. До женщин, до детей, которые поехали. И, наверное, я не очень понимаю тех, кто засудит таких людей. Стосовно того, что постать или не постать, давайте будем щирыми. Каждый из нас за этот месяц уже больше и немного смеялся, и немного посмехался. Может кто-то иногда сказал анекдот, рассказал, кто-то посмехался. Потому что жить в депрессии, жить полностью под прессингом – это ненормально. И ненормально для войны, ненормально для победы, ненормально для боевого духа. Поэтому, если там наши близкие – не человеки. И смеются, и фотографируются, и часто вспоминают. Это нормально, моя думка. Хотя, действительно, нужно тоже включать самоцензуру. Что постать, что не постать, как часто постать. Это уже от мудрости залежит каждой личности. Но я точно против засуджения. Потому что мы часто, украинцы готовы гристи один одного, съедать один одного за будь-что. И это то, что не дозволяется. Мы сгуртовываемся, когда нас приходят бить. Но мы в мирный час съемо один одного. И из-за этого мы гаем свой час, который могли бы построить. И вместо того, чтобы строить вместе. И вместо того, чтобы строить вместе. Мы сгуртовываемся и строим иллюзией, что мы легкие, легкие. И потом, когда до нас приходят, мы уже начинаем сгуртовывать, начинаем давать людей. И вместо того, чтобы не витрачать на этот час. И даже не всем понравится то, что кто-то приехал. Потому что я знаю людей, которые не планируют вернуться. И не только среди моих друзей. Но большинство моих друзей планируют вернуться в Украину после того, как война закончится. И я надеюсь, что мы разом будем работать над отбудовой Украины. И, в частности, в плане спортивного. Много, что касается тех, кто приехал сейчас и кто постит свои фотографии на чужине. То все-таки хотелось бы, чтобы иногда мы задумывались, что на этом месте могли бы быть и те люди, которые, на жаль, сейчас або в окупации, або уже не с нами. Поэтому все-таки про тех людей, которые не с нами, на жаль, тоже нужно помню. И нужно понимать, что далеко не всем такие фотографии, такие видео сподобаются. Но я пытаюсь никому ничего не сказать. Потому что я считаю, что здесь уже все зависит от самой человеки. И нехай человек сама решит, что правильно она в таких ситуациях делает. Я могу висловить свою думку, но хаба, что по дружбе. И я в таком случае просто не наполягатиму. Я просто висловлю свою думку. Но человек должен решить себя, что нужно делать такие видео из других стран, где сейчас нет войны, или не нужно. Если это женщины с детьми выезжают, люди похилого века, то вопрос нет. Окей. А если мужчины, тем не менее, пытаются в бэби-боксах или в багажниках выезжать, то это смешно. Я считаю, что сейчас должны быть войны, которые знают, что они делают там. Они знают, как держать автомат или кидать гранату. Если будет четвертая хвиля мобилизации, то так, нужно возвращать всех. И все должны быть здесь люди. Потому что и с вадами здоровья, и не с вадами. Все должны быть четвертой хвилей здесь. А сейчас это нормально. Но когда люди снимают из ночных клубов, из тусовок, из каких-то... Не знаю, там... Это... Это так, как вырвались. Но когда на фоне каких-то новых мест или хороших архитектур, просто сделали фото, все понимают, что плохое. Житие продолжается. У них также там остались люди, брати, батьки в Украине. Они это понимают. Если просто фото на фоне, не знаю, там... Центральной площади Варшавы, то почему нет? Люди никогда не видели. Нормально просто фото. Но не нужно закидать всю ленту в Инстаграме цими фото, видео. Не нужно... Я же скажу, там, гулянки каких-то. Это неправильно. Но если просто фото, то почему бы нет? Житие действительно продолжается у людей. У тех, кто с головой. У тех, кто... Они могут там находить работу себе, працювать. Также помогать в Украине. Также они могут волонтерировать. Если они волонтерировать и закинули фотку из Польши, або, там, не знаю, из Угорщины, або из Немеччины, они закинули фотку из Берлина еще раз. И подписали, что я волонтерю. Если у меня есть варианты достать там каски, бронежилеты, то почему нет? А если это так, если это гулянки, какие-то пьянства, то нет. Нет. Проти этого. Мое субъективное мнение, я никому не навязываю, это просто мое мнение. Я негативно отношусь к таким женщинам, девушкам, которые выезжают в другие страны и начинают какой-то показ слайдов на тему Смотрите, я путешествую по миру. Я в Риме, я держу там башню, которая падает. Или я в Париже. Или, о, смотрите, какое красивое озеро. Я не понимаю этого. Есть моменты психологические. В стране, с которой вы выехали, идет война. Убивает людей. Каждый день. Убивает сотнями. Убивает детей, женщин. Насилует детей, насилует женщин. Вы были в этой стране еще вот недавно. Возможно, из вас кто-то был близко. У меня есть такие знакомые, которые были близко к месту событий, боевым, где насилуют и убивают женщин. Они были близко. Кто-то был в этих городах, которых, возможно, уже не существует, грубо говоря. Вы только недавно там были. И с многими из вас я общался, когда вы там сидели, когда вам было тяжело и плохо. Когда вы говорили, я не знаю, что делать. Когда вы плакали мне, грубо говоря, в смсах, в переписке. Вы плакали. Вы не знали, что делать, как выбраться. Останьтесь ли вы живы. Скажите мне, как можно через 2-3 недели уже начинать постить в этом инстаграме какие-то фотографии, где вы счастливы, где вы смеетесь, улыбаетесь. И где вы каждый день выкладываете новые, не раз неделю, не раз месяц. Вы каждый день выкладываете новые фотографии в новых платьях, в новых нарядах. Сегодня вы в Берлине, завтра вы в Комо, в Италии, там, сяне, по всем странам. Ребят, есть психология какая-то. Здесь остались люди, остались женщины. Здесь тяжело, здесь война, здесь убивают. Тут люди сидят, которые живут, грубо говоря, одним днем. Сегодня мы есть, завтра может нас не быть, прилетит и на этом все заканчивается. Тут сейчас не играет никто, тут же, вот сейчас война уравнялась. Здесь нет ни денег, у кого больше, ничего нет. Мы живем однимся днем. Кто хотел уехал, кто захотел остался. Кому безопаснее или кто больше любит страну и не хочет ее покидать по своим причинам. Как вы можете постить и давая это показывать всем. Я лично этого не понимаю. Я не говорю, что при этом нужно сидеть, плакать и убиваться и быть в депрессивном состоянии. Нет, не нужно. Но не нужно каждый день постить. Не нужно каждый день. Если у вас есть болезнь и вы не можете что-то не постить, потому что ваши 80 подписчиков или 800, которые у вас есть, и вам нужно обязательно для них поставить фотографию, потому что вы не заработаете, наверное, миллион долларов за это. И у вас уже потребность. Но поставьте одно. Просто из-за уважения к людям, которые остались в стране, которым сейчас не до смеха, хуёчков этих, смехуёчков всех и так далее, которые сидят и не знают, выживут они, будут они завтра проснуться или нет. Прилетит сегодня что-то или нет. Просто из-за уважения к этому. Можно хотя бы одну фотографию. Одну. Я лично удалил несколько своих знакомых, потому что я не мог это смотреть. Ну, каждый день, я понимаю, я читал эти новости. Тут хочется выть от того, что происходит кругом. А там кто-то показывает, как он смеётся, как всё хорошо. Я этого не понимаю. Я удалил несколько своих таких знакомых. Нескольких ещё не удалил в силу того, что, допустим, назовём это так. Долго общались, да, и хорошо общались. Вот ещё из-за этого я как бы не то, что терплю, а как бы стараюсь просто… Я даже, бывает, уже не смотрю эти сторисы. Я понимаю, что там может быть, что там следующая картинка, как я нехорошо, как я пью кофе. Ну, я этого не понимаю. Поэтому это моё субъективное мнение, я его не навязываю, но я не очень хорошо к этому отношусь. Я думаю, что уйдет цей постсовковый профессионализм, когда чисто такими админзасобами створюется иллюзия массовости, створюется иллюзия профессиональности. Ну, например, чтобы было объяснено. Украина постоянно занимает первые места в инвалидном спорт. Инваспорт постоянно. В Паралимпиаде мы всех мочим. Но если посмотреть, сколько у нас людей, инвалидов занимаются спортом – это мизер. И когда ты видишь на страну, которая на Паралимпиадах не занимает большие места, не получает медали, она не есть в десятке, но ты видишь в этой стране, что каждая дитина или инвалид занимается тем или другим видом спорта, мне кажется, что это лучше, чем эти рейтинги никому не нужны. То же самое по массовому спорту, футболу, мини-футболу, футзалу. А нам нужна действительно массовость без всякой чепухи и без этих надувательств шок российской. Поэтому я думаю, что из-за того, что экономика рухнет, мы нормальным способом будем развиваться. И так как эволюционным шляхом, а не эволюционным. Когда украли деньги, кинули футбол, тринкали миллионы. Волинь, например. Волинь не футбольный клуб, а регион Волиньской области. В свой час Волинь потратили десятки, если не сотни миллионов долларов на этот футбол премьер-лиговый. И в Волиньской области до тех пор, возможно, сейчас только в Ковале, но и в том же самом Молуцьком. Жодного, жодного великого синтетического поля. Жодного 60 на 40. Навище? Я не буду говорить про футбол, но я поделюсь своими висновками, своими думками, что будет у нас после окончания войны с украинским футболом. И, на жаль, за моими такими прочуттями, украинский футбол не сможет так швидко уготаться от войны. Можливо, команды экстралегии в ней швидше адаптуются. А вот команды первой льги, аматорские команды, я думаю, что им понадобится время. И, возможно, на жаль, какие команды исчезли. Хотя этого и не хотелось бы. Но тут зависит от того, как до этого будет керівництво команд. И профессиональных, и аматорских. Но проблема еще в том, что сейчас, на жаль, много детей выехало за кордон. И, честно говоря, среди них было много потенциальных зероков, майбутних зероков украинского футбола. И сейчас нужно думать уже над тем, как мы будем поновлювать дитячие чемпионаты. В каких складах команды играть. Потому что, снова таки, придется командам свои склады набирать. И, возможно, далеко не все те игроки юнии, которые были перед ними в своих командах, возможно, далеко не все они вернутся назад в Украину. Кто-то, возможно, пиде великий футбол, но не в Украине, а за кордоном. И это тоже нужно враховывать. Поэтому, за моими особистыми подрахунками, ну, не дещо подрахунками, а саме моя особистая думка, что дорослому футболу на відновление добиться десь в месяц 2-3. И трохи больше часу, по-моему, добиться, на жаль, дитячому футболу. Я даже не говорю про жіночий, а про дитячий. Мне здаётся, что десь до півроку он еще будет лише уготутись. Ну, это моя думка. Я сподіваюсь, что у комитета дитячо-юноцкого футзала Украины уже есть понимание того, как мы будем строить дитячий футзал после закончения войны. И сподіваюсь, что это будет быстрее, за мои прогнозы. Я, как человек, который в футболе, в футзале уже, ну, не скажу, что очень давно, но, понимаете, я думаю, в большом футболе профессиональный футбол загнеться. Если у нас будет всего профессиональных команд, то 10 нас одна збираются, это будет хорошо. Футзал, пляжный футбол и вся эта штука мини-футбол будет. Он будет, но уровень его падает, потому что финансов не будет, первое. Другое, возможно, кто-то поехал, не будет того уровня, мне кажется. Организации, возможно, они будут этим заниматься. Может быть, люди не будут первые годы зацикавлены этим. Если, как говорит Арестович, будем в Израиле, готовиться до жизни в Израиле, то, мне кажется, вообще ничего не будет. В детском футболе нужно заниматься, развивать, отвлекаться. Это, да, взрослый, профессиональный, аматорский. Тяжко сказать, это зависит от людей, от того, что будет дальше у нас в стране. Но, не знаю, я не бачу півтори месяца. Один раз он вышел в двору и пограв. Это кайф. Это должно быть, это отвлекает. И это помогает тебе как-то адекватнее смотреть. Ты отключился от этой реальности на полтора часа. И потом ты возвращаешься, но у тебя уже другая понимание, более адекватная и свежая. По поводу выезда нашей команды «Шахтера Динамо» считает все правильно. Во-первых, это плюс. Ребята там будут зарабатывать деньги, которые будут отсылаться на нашу армию. Это стопроцентный плюс. Ну и, конечно, они профессиональные футболисты. Это их жизнь, у них карьера впереди. Им нужно играть. Им нужно играть, им нужно поддерживать практику. Скоро сборные. Матчи, где, я считаю, тоже эти матчи нужны, потому что это один из миллиарда моментов, возможностей, где можно еще раз, миллионы раз рассказать всему миру, что у нас творится. Поэтому ребятам нужно играть, я ничего плохого не вижу, они профессионалы, их не миллион человек. По поводу сборной, отличная идея была бы, наверное. Но с другой стороны, тоже возить сборную, а сколько возить, а если матчи будут в июне, это тоже все так, ну это логистика, я не знаю, не понимаю. Но мне кажется, лучше сборная вот так соберется там за месяц, да, если все-таки эти матчи будут в Шотландии, пускай за месяц сборная соберется, подъедут там ребята все, и те, кто за границей играет в Европе, и тогда уже там проведут. Поэтому то, что играют, ну пускай играют. Идите, читайте Библию, кайтесь, дивитесь в дзеркало, будьте туалеты в середине домов, и меньше дивитесь на других. Подписывайтесь, что у вас, сколько у вас всего говна в середине, у вас есть насправді много чего нужно делать в себе дома, а не лезть до соседей. И величина рода начинается совсем с другого, чем вы с собой думаете. И для того, чтобы отштовхнулись кудись полететь, нужно понять про свою конченість, про свою відсталість и дикость и варварство. И только осознавши для вас это, вы можете наконец-то начать пытаться быть нормальным народом. Я хочу сказать, что уже за меня сказали захистники острова Змейный, поэтому я думаю, все знают эту фразу. И я думаю, что зайвий раз повторять не будем, просто скажу вам так, не шановные россияни, идите вы следом за российским кораблем. И я очень хочу, чтобы следом за российским кораблем из португальской Бенфики пошли Ромоло, так же Робиньо и Чешкало. И из Барселоны, чтобы пошел из Кирдинья. И из чемпионата Бразилии, чтобы пошел следом за российским кораблем Эдерлима. Потому что из всех этих игроков российское гражданство. И если они ассоциируют себя с Россией, то нехай они возвращаются в Россию и играют там. Тем более, что сейчас мы российский футбол бачить не будем. Так что российский футбол, российский футбол, все российские легионеры и весь народ России идут следом за российским кораблем. Казать уже что-то народу, всей недодержаве, России, уже немало сенсу, что им сказать. Они не чуют, они не хотят почути, они не хотят побачить. Ем насыпают, вот они это хавают. Вот и все. Так что, чтобы ты не сказал, чтобы ты не показал, чтобы ты не сделал, чтобы ты не сделал, они скажут, что... Нет. Нам сказали, что у вас там нацики. Так что мы вас спасаем. Хай себя спасут. Хай себя врятуют. Они живут в болоте. Они живут в бедности. Они... Они асфальт не всі бачили за своё життя. У них світла нема в селах. У них четырехповерхові деревянные будинки, как у нас панельки кирпичные. Они работают. Хай себе допоможут. Это все, мабуть. И хай не лезут до нас. Хай не... не связывают нас. Что мы таки сами, что мы один народ, что мы... там завжди разом были. Нет. И хай себе там в лесах лазят. В том болоте. В тайге. В Сибирях своих. На нас хай не трогают. Как христианин и как человек, который рассказывает христианский святогляд, который живет стосов на христианский святогляду, я считаю, что прощение мусить быть. Потому что каждый из нас грешный. Давайте будем отверсти. И каждый из нас хочет быть прощенным. Або какая-то часть из нас, которая верит в Бога. Хочет быть, чтобы Бог пробачил и наши грехи. Но давайте не путать прощение и ответственность. Прощение без ответственности не может быть. Мы можем простить россиян, на который хрится, но ответственность должна быть. Мы можем простить убийцу и спокойно отправить ее на электрический стул. Это нормальное понятие прощения и ответственности. Поэтому у меня нет желания сильно мириться с россиянами. Но одновременно есть там нормальные люди. И я думаю, что никто из наших батьков, вернее, не батьков, а дедов, бабушек не думал, что придется что-то делить, что-то общаться с немцами. Потому что немцы были протягом многих лет не немцами, они были фашистами, даже после войны. Но сейчас, 80 лет назад, мы нормально воспринимаем немцев. Ну, почти нормально, да. Но у немцев было покаяние. Они просили прощения. И это важный момент. И я, честно говоря, сомневаюсь, что Россия доросте до усведомления потребности такого шага. Я надеюсь, что таких людей после войны, которые говорят, что с россиянами нужно дружить, будет меньше. Но они, на жаль, будут. И я надеюсь, что большинство людей таки понимает, почему мы так ненавидимы Россию. И большинство людей, которые не знали того, что было все эти 8 лет на Донбассе, они чувствуют на себе и уже не вряд ли принимают с объемами россиян. Особенно после того, что случилось в Киевской области. Так что, снова таки, продолжение ответа на предыдущие вопроса. Нехай россияне идут следом за российским кораблем. Не, ну, с такими украинцами, с ними разговора короткая. Давай туда, за русским кораблем. И все. Как мирно жить с русским народом? Вы что? Туда хочешь жить мирно с русским народом? Вперед. Казань, Рязань. Живи себе, будь ласка, Ростовы. Сибирь. Где хочешь жить, если хочешь жить с ними мирно? В Украине? В Украине? В Украине? В Украине? Я думаю, что эта война, это противостояние с Россией будет немного долго. Я надеюсь, что активная фаза будет не так долго. Но смотря на сколько хвора эта нация, насколько они поддерживают эту бесноватность, я боюсь, что у нас нет никакого другого выхода, как бить, бить, десь, возможно, делать какие-то тактичные паузы и снова бить. Надо осуществлять, что война – это не просто, снова таки, не белый и не черный. Война потребует мудрости, а мудрость – это не способность выбирать между хорошим и плохим. А мудрость – это способность выбирать между большим и меньшим злом. Это мудрость. И поэтому совсем не заздрю нашим начальникам, потому что это война, когда нужно делать какие-то шаги, какие-то жертвы, даже меньше жертвы для того, чтобы получить больше победы. Это война, и это нужно понимать. Наш гуманизм последних пару сотен лет хочет немного другого, но война – это война, на жаль. Мне легко это говорить сейчас в Рівному за сотни километров от боевых действий. Поэтому я и говорю – бои, паузы, бои, паузы. Можливо, так. Тут как раз очень сложное вопрос, и я, мабуть, не смогу на него конкретно ответить. Давайте лучше этому вопросу доверять ЗСУ и верить в ЗСУ. Они уже сделают все для того, чтобы эта война закончилась какомога быстрее и чтобы она закончилась победой Украины и украинского народа. Очень хотелось бы, чтобы она закончилась как можно быстрее, чтобы эти все жахи нам показались просто сон и все. Это закончилось, и ты такой, блин, было или не было. Но, если они сейчас вышли из Киева, будут на Донбассе, в Херсоне, пройдет время, мне кажется, они снова пойдут на Киев. А пройдет время – это не два месяца, это, мне кажется, год-два. Дивлячись, что будет на Донбассе, дивлячись, как Мариуполь отстаёт. Мариуполь – молодцы, ребята, это просто браво. Дивлячись, что будет в Херсоне. И тогда уже… Но мне кажется, это действительно затянется, это будет в таком режиме. Треба руку держать на пульсе всегда. Это будет периодичная такая война. Пошли на Киев, получили людей, вернулись. Прошло два года опять, пошли на Киев, опять отгребли, пошли опять назад. Мне кажется, так оно будет. Но хотелось бы, чтобы тот бункерный дед уже коньки откинул, и это все закончилось. Уже как можно свыше, бо хватит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok